Сказку не хотели бы вы посмотреть? Знакомую на удивление, но с изменениями и добавлены. Репка на современный лад. Пенсионерка Светлана Середина – идейный вдохновитель русской общины. За несколько дней она написала сценарий, из подручных средств сшили костюмы, а среди актеров даже можно было устраивать кастинг. Столько желающих. Наталье Морозовой повезло, ей досталась роль внучки, хотя сама она уже давно бабушка. Я артистичная натура. Занимаюсь творчеством на сцене, хотя и не так давно, ну скажем, именно в русской общине уже третий год. До этого я, конечно, занималась в своих коллективах рабочих, в школе, принимала участие в детском студии оперы, в сказке, постановке и так далее. Я принимала активное участие, поэтому мне совсем нетрудно выходить в сцену, а даже очень радостно. Здесь многие бабушки и дедушки, так сказать, обрели вторую молодость. Они участвуют в постановках, кому-то по душе клуб рукоделия, другие с интересом посещают уроки казахского языка, а по выходным все вместе ходят в горы. Моя цель – оторвать людей от телевизоров, чтобы на время они забыли болячки свои, чтобы они расправили спинки свои и пошли со мной хотя бы недалеко, на небольшое расстояние, на Бутаковку, на Модео. Вот, посмотрели, полюбовались красотой нашей. И еще самое главное, что они побыли в обществе, пообщались и зародились энергией солнца, любви. Не важно, сколько лет тебе по паспорту. Главное, чтобы в душе было всегда 20, уверены наши герои. И тогда и старость будет в радость. Они точно знают, что после 60-ти жизнь только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok